Русское шоу Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Русский час». Программа для всех тех, кто говорит и понимает по-русски. Наша программа выходит в эфир каждую субботу в 9 утра по дублинскому времени. И выпуски нашей программы вы можете слушать на волнах 103.2FM в прямом эфире или в записи на сайте www.irelandru.com. На этом же сайте вы найдете все архивные передачи, начиная с позапрошлого лета. А сегодня с вами снова я, Нейролана. День сегодня очень солнечный, температура воздуха сейчас плюс 8. В течение дня температура обещает повыситься до плюс 15 градусов тепла. А я приветствую все ирландские города и селения, в которых наши соотечественники слушают мою передачу. А также многочисленные города и селения на карте мира, в которых нас слушают родные и друзья соотечественников, проживающих в Ирландии. Название нашей передачи «Русский час» говорит лишь о том, что эта программа идет в течение одного лишь часа. Поэтому оставайтесь с нами в течение этого часа, дорогие друзья. И передать свой привет, поздравления в прямом эфире вы, как всегда, можете по телефону 085-133-0530. А пока звучит музыка, зовите к радиоприемникам ваших друзей, близких, родных, будите их. Сегодня у нас очень интересная передача, несколько встреч. С добрым утром, дорогие друзья! Этот закон давно известен, неинтересен, мир без песен, если даже дождь идет с утра. Надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, Все, что ушло обратно, не вернешь. Только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпай, пой. Часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете, Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно забыли, что вначале, следы о том же им морчали, А между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпай, а пой, во сне проснись и пой. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай как близен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Засыпай, а пой, во сне проснись и пой. А у нас в программе блок новостей. Верховный суд Ирландии обязал компанию IPON Limited выплатить пострадавшему гражданину Литвы солидную денежную компенсацию. Гинтерас Коткевичус, находясь на работе, упал с лестницы от сильного порыва ветра. Инцидент случился еще 10 марта 2011 года. И с тех пор Гинтерас, получивший серьезные травмы, не мог полноценно работать. В результате падения у него образовался остеартрит, а также было вывихнуто запястье и получено несколько шрамов. Литовец проживает в городке Лукан, графство Дублин, а офис компании IPON Limited находится в Килкенни. Работодатель до суда отказывался от выплаты компенсации, указывая, что это была инициатива Гинтераса лезть на лестницу в столь ветреную погоду. Пострадавший, в свою очередь, настаивал на том, что на рабочем месте было недостаточно безопасно по вине работодателя. Судья Верховного суда постановил выплатить литовцу 356 тысяч евро ущерба, при условии, что 200 тысяч будет выплачено незамедлительно. Городские власти Дублина и других регионов страны обнародовали информацию о том, сколько они зарабатывают на штрафах за неправильную и нелегальную парковку. За весь прошлый год в городскую казну столицы Ирландии поступило 4 миллиона 240 тысяч евро выручки от установок зажимных устройств на колеса автомобилей-нарушителей. Кламповка на улицах города использовалась 56 тысяч 601 раз. А вот самые три прибыльные улицы столицы Ирландии, где чаще всего водители видели желтый башмак на автомобиле. Первое место – Мэрин-Сквер-Вест 733 раза. Второе место – Мэспил-Роуд 720 раз. И третье место – Орманд-Кей-Аппер 656 раз. Будьте внимательны на этих улицах, дорогие друзья, оставляя там свою машину. Власти города отмечают, что борьба с нарушителями помогает очистить для туристов центральную часть города. К тому же, те, кто чувствует, что получил штраф по ошибке, всегда могут подать апелляцию в независимый отдел и получить свои деньги назад. Очень неприятное сообщение, дорогие друзья. Вандалы взломали и разграбили грузовик с гуманитарной помощью для беженцев из Украины. Группа малолетних хулиганов разграбила и повредила значительную часть вещей, которые планировались к отправке нуждающимся детям. В прошлое воскресенье из Килкенни планировалось отправить большой грузовик с гуманитарной помощью общей стоимостью СОС 140 тысяч евро для беженцев из Украины. Благотворительная организация Чернобыл Children International, продолжительное время собирающая товары первой необходимости для украинских детей, планировала отправить грузовик в небольшой городок Петриков в Белоруссии, где находятся беженцы из юго-восточных областей Украины. Но накануне группа неизвестных взломала готовый к отправке прицеп и похитила значительную часть коробок с памперсами. Руководство Чернобыл Children International из Килкенни в срочном порядке ищет волонтеров, которые помогли бы приобрести новый пакет с памперсами. В телефонной беседе руководитель благотворительной группы, которая существует уже около 20 лет, сообщил, что группа и вандалов являются подростки возрастом 9-10 лет, которыми сейчас занимается Гарда. Будем надеяться, что запланированный груз сможет попасть в белорусский лагерь с беженцами и детишки получат необходимую помощь из Ирландии. Еще одна новость. В ночь после празднования Дня Святого Патрика в центре столицы произошло ДТП. На знаменитой Коннеллсрид водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар возле пешеходного перехода. Судя по повреждениям автомобиля и столба, можно сделать вывод, что скорость автомобиля была очень высокая, но, как сообщает Гарда, пострадавших в результате происшествий не было. Инцидент произошел около 3-х часов ночи. В это время центральные улицы города могли бы быть наполнены отдыхающими после праздничного парада туристами и результат мог быть более плачевным. Ну и также вы все помните, дорогие друзья, что 17 марта по всей территории Ирландии отмечался День Святого Патрика. В большинстве городов страны на улицах прошли парады, в которых приняли участие все желающие. По этому поводу в столице Ирландии в эти дни находились несколько сотен тысяч туристов, которые, одевшись во все зеленое, вышли на улицу в надежде увидеть знаменитый парад. Ну и, конечно, те, кто пришли, тем посчастливилось увидеть этот знаменитый парад. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вопрос, то есть мне надо знать для того, чтобы дать полный ответ, два разных кредита они собираются брать, или один и тот же банк выдает кредит двум лицам и разделяет просто, как, наверное, будет сумму пополам и ответственность разделяет пополам. Ну, первый вопрос, честно говоря, больше банковский, второй вопрос юридический. Значит, существует два вида в ирландском законодательстве совместной покупки недвижимости. Первый называется, я должна по-английски сказать, потому что у нас эквивалента нет. Первый называется joint tenants, то есть совместное владение. Второй называется tenants in common. Значит, в чём разница? Она вот именно для этого вопроса. Joint tenants, то есть они как бы присоединённые, понимаете, да? Это обычно бывают случаи, когда покупают два супруга. Значит, если два супруга покупают недвижимость, даже существует такой принцип, что если нигде в документах не указано, как они именно покупают, то существует презумпция то, что они покупают joint tenants. Это значит, если люди покупали, например, двухкомнатное жильё, так гипотетически говоря, оно как бы не разделено между ними. Нельзя сказать, что одной комнатой владеет один супруг, а другой владеет другой. При смерти одного из супругов, как правило, в случае вот этого joint tenants, вот то, что остаётся, переходит второму человеку, второму супругу. Понимаете? То есть это вот такая концепция, такая вот презумпция права. Это называется joint tenants, ещё раз говорю, она больше всего характерна для супругов. Вторая, которая вот здесь подходит нашей ситуации для нашего радиослушателя Романа, это когда люди покупают не являющиеся супругами, а может быть, друзья или партнёры, бизнес-партнёры и так далее. Это tenants in common. В этом случае это тоже совместное владение, но оно является, если наглядно объяснить, ещё раз говорю, покупается двухкомнатный дом, к примеру, гипотетически получается, что он поделен пополам. Вот если мы представим стену между этими двумя комнатами, одна принадлежит Роману, а другая принадлежит другому человеку. И в случае, если, например, происходит смерть, в случае смерти одного из этих владельцев, да, вот весь дом не переходит первому владельцу, а вот эта половина переходит тому, кто является наследником этого владельца второго, понятно, да? По умолчанию также. По умолчанию, но она переходит, да, потому что это tenants in common, это будет оглашено во всех документах. То есть в самом документе это будет deed of transfer, называется, и в договоре купли-продажи, и в самом документе будет говориться, что это tenants in common. То есть это очень важная вещь. Надо на это обратить внимание. Иногда бывает, что люди не указывают, и может включиться презумпция та, что это совместное владение первого варианта. Оно здесь не устраивает, оно здесь не подходит. Для друзей, для людей, не членов семьи, как правило, это неподходящее владение. Но это, если я понимаю из вашего вопроса, что Роман находится на самой первой стадии, он подыскивает, наверное, только. Да, потому что если бы он уже узнавал, это, наверное, один из первых моментов, который им бы адвокат объяснил, как именно вы собираетесь владеть этой недвижимостью. Это должен знать также банк, если они будут брать кредит. И это обязательно должно оговариваться во всех документах и в дальнейших документах, которые будут после регистрации, значит, купли этой недвижимости. То есть Land Registry, мы говорим. Там тоже будет написано в этой книге, в книге регистрации, такой-то, такой-то, и два имени будут указаться, являются владельцами, и написано as tenants in common. Это очень важно. Но здесь второй момент возникает. Вот меня иногда могут спросить, а как вот нам, если мы являемся ценность in common, я хочу… А, и там будет часть указана. То есть одна вторая будет принадлежать Роману, одна вторая его другу, к примеру. Если они хотят продать, например, один из них хочет продать половину этой недвижимости. Но здесь, конечно, есть сложность определенная, потому что продать… Потенциально это можно сделать, продать, например, половину дома, половину, где одна, например, только комната, где уже живет один человек. Но практически это сделать невозможно, очень сложно. То есть вот если такое владение, когда половина дома разделена, скажем так, то, в общем-то, мы можем обсуждать то, что в дальнейшем он может продать эту половину, и, значит, другой человек придет на его место и будет там жить. Но это, конечно, должно быть согласие другого жильца. Чаще всего… Исключительно. Да, но это очень… Я с такой сделкой… Это надо иметь в виду при заключении. Ну, вообще, абсолютно верно, да. При заключении все финансовые моменты должны быть оговорены. То есть здесь мы говорим не просто купля недвижимости, а здесь покупка недвижимости, где идет, естественно, вложение, даже если есть кредит, да. И они должны отдельный договор будут составить. Как они будут действовать в случае, если отношения их не сложатся. То есть это нужно обязательно учесть. Ой, да, это очень важный вопрос. Скорее всего, даже покупать по половине дома отдельно, чем делать вот такое вот совместное. Если, конечно, они не такие друзья, которые уверены в друг друге, и это будет какой-то офис, возможно, они покупают это для дела. То здесь очень много, получается, факторов должны быть учтены, и обязательно консультация адвоката. Ой, ну да, но в любом случае их сделку будет вести адвокат. В Ирландии на данный момент невозможно купить недвижимость, да даже взять в аренду, честно говоря, без участия адвоката. Это просто невозможно. Поэтому это будет, но здесь бы я учла разные моменты. Например, намерения обоих этих людей действительно ли они совпадают на начальном этапе хотя бы. И что они будут делать, если один из них хочет все-таки избавиться от недвижимости? Как они будут делить либо прибыль, либо долг полученный? Потому что иногда бывает, что недвижимость в цене падает. То есть это обязательно должно быть в их отдельном договоре. Их отношения должны регулироваться отдельным договором. Но если суммировать, ответ на Роману можно сказать, что да, существует такой вид покупки. То есть это совместное владение, есть такое владение, а это совместное, но это определенный тип владения. Tenants in common называется. Вот иногда бывают случаи, когда даже супруги хотят иметь недвижимость именно в таком виде. Им это более выгодно. Такое тоже бывает. Редко, но бывает. И это оговаривается в документах тогда. Tenants in common. Поэтому вот пока на вооружение, на заметку возьмите себе этот термин и поймите, что когда вы будете уже консультироваться, и банк вас будет спрашивать обязательно, каким образом вы хотите владеть, это нужно сделать. Ну а дальше будут все те же стадии, все те же этапы, о которых мы говорили раньше при покупке недвижимости. Естественно, самый важный, самый первый этап, который нужно будет сделать, это нужно посмотреть, годно ли это недвижимость вообще для покупки. Сделать сервейки, когда придет инженер и посмотрит. Это до всяких юридических, до любых юридических действий необходимо сделать исследование недвижимости, посмотреть все недостатки. Понятно, да? То есть, а в дальнейшем уже действует, наверное, сделать оценку, независимую оценку недвижимости, и потом уже подключать банки, если необходимо, и адвокатов. Спасибо большое, Елизабета, за такой обстоятельный ответ. Я думаю, что Роман сделал для себя выводы, и в дальнейшем уже с вопросами может обратиться напрямую к вам. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И он его судил на смерть на кресте. И для того, чтобы пойти на Голгофу, где Христос должен был распят, нужно было пройти от места судилища, где Понтий Пилат заседал, до креста нужно было пройти там по улице. И вот кресту взвалили на плечи ту палку, которая впоследствии станет его крестом, на котором он будет распят. И вот он пошел. И видим, Господь уже был настолько измучен и окровавлен, избит, что он не смог этот крест нести. И мы... И далее мы видим в Евангелии, что солдаты, которые вели Христа, они просто из толпы людей, которые стояли вдоль дороги, они выдернули одного человека и заставили его нести крест Христов. То есть вот этот крест Господень возложили на него. Имя этого человека Симон из Киринеи, так вот передает Евангелие. И вот так вот они и шли на Горгуфу. Шел впереди такой обливающийся кровью Христос, а за ним шел этот Симон Киринейский, который нес его Господень крест. Вот то есть мы видим, что вот этот крест, который является символом страдания, и для всех нас, конечно, им. Но мы также должны справедливости ради отметить, что не все люди, у них всех одинаковый крест. Бывает крест у людей, у которых он более тяжелый. И Господь как бы из всей толпы людей выдергивает некоторых людей и посылает им какой-то более, может быть, тяжелый крест. Посылает он им это для того, чтобы какие-то качества души этого человека могли раскрыться в более полной мере. То есть не нужно роптать или там смущаться, что так оно бывает, что какой-то там тяжелый, особенный крест на нас Господь возлагает. Мы знаем, что Господь, Он вот за то терпение, за то такую кротость, с которой человек несет крест, обязательно человека наградит и награждает уже сейчас. И верующие люди, конечно, каждый из них может тоже подтвердить, что бывает Господь такую благодатью посещает, которая совсем неведома людям неверующим. Но вот есть множество примеров из жизни святых. Вот, например, на прошлой неделе Воскресенья была как раз память Святой Матроны Московской, которую так почитают у нас сейчас наши православные христиане. Ведь у нее тоже был очень тяжелый крест. Она была и слепая, и там скиталась, там с квартиры на квартиру. Тут дети у нас играют. Мы находимся в русской школе. Да, с квартир. То есть Господь, мы видели, как Он ее наградил, какой благодатью, какой благодатными дарами. Вот за то, как она терпеливо и с любовью, без всякого ропота, несла свой крест. Но крест – это не только символ страданий, которые мы так несем в Христа ради, но это также и символ такой божественной любви. Вот если смотреть на крест, если понять, о чем крест, то можно понять вообще само существо христианства и понять даже природу божества. Ведь что такое смерть на кресте? Это такая позорнейшая смерть. Она не только мучительная, потому что когда мы прибуждены к кресту, то наши запястья, ну там пробиты запястья и ноги, и чтобы человеку сделать вдох, ему нужно всякий раз опираться вот на эти пролезенные конечности свои. То есть не только мучительная смерть, но смерть еще и позорная, потому что бывают, знаете, казни разные, бывает смерть такая, что там на миру и смерть красна, говорят. А здесь такая, вот именно на кресте была смерть самая такая позорная, потому что и самые только низкие люди ее претерпевали. Вот помните, например, было восстание Спартака, и когда оно было подавлено, то вдоль Апиевой дороги в Риме там 6 тысяч рабов были распяты в другом роде. Ну вот представьте такое количество людей. То есть это такая смерть, которая обрекает еще на позор как бы после смерти. И вот Господь, который мог этого всего избежать, вот Он добровольно, из-за своей любви к человеку, принимает к смерти, не просто смерть, а вот такую самую позорную, уничиженную смерть на кресте. И поэтому крест есть не только там образ страдания, знак, но также и большой, в божественной любви к человеку. И вот сегодня выносится крест на середину храма для того, чтобы как бы призвать христиан вот так вот терпеливо, спокойно, не смущаясь, даже с радостью нести этот свой крест, который заключается и в наших скорбях, и в наших просто таких повседневных обязанностях, и работе, и послушании. И как бы отвечая на вот эту жертвенную любовь Христову к нам, тоже стремиться к такой вот жертвенной любви, к которой мы тоже все призваны. Вот в этом, конечно, такое значение креста. И Господь нас в Евангелии предупреждает, что тот, кто не возьмет свой крест и не последует за мной, тот не достоин меня. И поэтому как бы вот этим выносом креста на середину храма церковь, она так подчеркивает и приглашает христиан быть настоящими такими христовыми учениками, которые идут за Христом и несут свой крест просто и кротко и терпево. Спасибо большое, отец Мердов, спасибо большое. И до следующей субботы с вами. До встречи. До свидания. Дорогие друзья, сегодня у нас очень насыщенная передача, как я уже сказала, у нас множество встреч, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение нашей регулярной рубрики под названием «Рубрика духовной безопасности». Эта рубрика идет у нас уже с лета прошлого года и рубрику ведет настоящий профессионал Олег Владимирович Заев, исследователь из Новосибирска. Олег Владимирович, наш ведущий, рассказал уже о деструктивном влиянии сект и псевдорелигиозных организаций на молодых людей и об опасности подобных ловцов душ для молодежи, которая ищет свое место в жизни. Олег Владимирович является руководителем Центра по вопросам сектанства Новосибирского собора во имя святого и благоверного князя Александра Невского, также автором статей «Культура поведения человека по следам Бога Кузи», «Признаки сект», «Признаки церкви» и многих других. Олег Владимирович, один из авторов «Радио Логос», читает лекции по сектоведению в Новосибирской государственной художественной академии, духовной семинарии, правоохранительных органах, органах федеральной безопасности и ГУВД, в реабилитационных центрах для жертв сект в Новосибирском государственном техническом университете. Группа, в которой работает Олег Владимирович, состоящая из профессионалов, в год дает около 500 консультаций пострадавшим от деятельности сект и их родным. И ею накоплен огромный опыт работы с сектанством. Примерно 100 человек в год удается вывести и спасти из сект. Около 60 из них принимает православие по выходу из секты. Олег Владимирович Заев – человек с уникальным опытом и знаниями. И сегодня мы продолжаем этот актуальный для многих разговор. У нас на проводе «Новосибирск» Олег Владимирович Заев. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Олег, давайте продолжим нашу очень интересную беседу, которая прервалась, ввиду того, что кончилось наше время, на том, что Вы рассказывали о вере и суеверии. И вот как раз фактически в самом интересном месте мы должны были закончить в прошлый раз нашу беседу. Да, давайте попробуем продолжить. Итак, в прошлый раз мы говорили уже о молитве и о подмене, собственно, молитвы. И мы сказали о том, что подмена может быть многоразличная. Мы выделили форму и выделили содержание. Соответственно, в зависимости от смешения мы можем получить различное множество состояний. И мы с Вами говорили уже о том, что если изменить наклонение глагола с просительного на повелительное, то мы получим, собственно, вот эти самые формы. Это заклинания, заговоры, которые очень широко используются в современном мире людьми. Самое известное ещё, скажем так, ритуальное действие всевозможное, это мы говорим о шаманизме. Там тоже всё это используется. С верой, опять же, в то, что духи подчинятся вот этим действиям, то есть совершаемым, в том числе и речевым образом, и двигательным образом. Это наряды всевозможные и так далее. То есть что нам по этому поводу нужно осознать? Прежде всего то, что установить взаимоотношения с высшей высоконравственной личностью манипулятивным образом невозможно. Невозможно. Но если это невозможно, ну, откуда мы это можем знать? Ну, мы из нашего, из нашей жизни это понимаем. Ну, допустим, не можем же мы сказать, там, скажем, высокостоящему лицу повелительным образом. Ну, куда это годится? Эй, вы там, господин, предположим, губернатор. Ну, так предположим, да. А не прийти ли вам к нам и не вымыть ли вам у нас пол? Ну, то есть, и сказать ещё в повелительной форме. Ну, что это за сущее безобразие? Ну, кто же это послушает? Правильно? Вот, то есть, если это невозможно в нашем человеческом сообществе, то тем более это невозможно в духовном мире. Что это за наглость и что это за дерзость такая? Вот, но когда всё-таки мы отмечаем, что человек обращается к вышестоящим, ну, как скажем, потусторонним силам, в повелительном образе, то есть в повелительном наклонении, то что, собственно, тогда происходит? Естественно, что сама форма обращения как бы свидетельствует о внутреннем уложении человека, потому что слово наилучшим образом свидетельствует о человеке. Вот человек начинает говорить, идёт общение, и мы составляем, ну, как мы получаем такой внутренний портрет. Вот когда супруги, предположим, только начинают жить, а у них очень часто ложное представление друг о друге. Ну, в частности, и о себе, самому у человека тоже очень часто ложное представление. Но общение, вот, помноженное на всевозможные ситуации, вскрывает, собственно, нам портрет человека, как для него, так и для окружающего мира. И вот здесь-то как раз человек постигает, кто же он есть такой на самом деле. И словами он характеризует портрет. И очень часто супруги уже, допустим, готовы там примириться с какой-то причиной, которая повлекла раздор. Но за это время было сделано очень много. Остались тяжёлые слова, а не сказанные. Вот. И, соответственно, преодолеть это подчас бывает очень сложно. Потому что ты понимаешь, что за прекрасным, возможно, внешним образом человека, за симпатичным мужчиной или за симпатичной женщиной скрывается кто-то другой. То есть совершенно невозможный человек, с которым приходится жить. Вот. Так вот, тогда мы опять возвращаемся, к тому, о чём мы говорим. А о человеке. Так вот, когда человек начинает, ну, скажем, творить заклинания или заговоры, то, естественно, творец, ну, он и так знает о нас, но здесь он получает видимое, проявленное подтверждение нашему устроению. И от такой формы, повелительной, да, по отношению как бы к нему, творец, естественно, уклоняется. Более того, он не даёт себя оскорбить. Недаром говорят, Бог, ругаем, не бывает. Он не даёт себя оскорбить. Но что это означает? А это означает, что человек самой формой заклинания оскорбляет присутствие Божие и удаляется от Него. Это человек удаляется от Творца. Вот. И, соответственно, он ориентируется, то есть он смещается, удаляясь от Творца. Но поскольку смещаться-то можно только в противоположную сторону, то есть в сторону демонизма, то человек и постепенно попадает в поле действия демонических сил. И вот здесь мы с вами должны понять, что, во-первых, это происходит не одномоментно, потому что преодолеть милость Божию, вы знаете, тоже непросто. Господь любит человека, попекается о нём, и, соответственно, какое-то время ничего не происходит. То есть оно только накапливается. Творец ещё надеется на то, что человек вразумится, что он это делает, как неразумное дитя. Ну, давайте возьмём образ матери и дитя. То есть очень часто дитя совершает действительно неразумные вещи, но это вовсе не означает, что мать, ну, мягко говоря, тут же его наказывает. Нет. То есть ещё очень часто милует. И нас также Творец милует. Ну, смещаясь в сторону демонизма, мы должны понимать и воспринимать их, как, ну, предположим, Бермудский треугольник. То есть почему я так сказал Бермудский треугольник? Потому что как только человек попадает в эту геомагнитную аномалию, то он теряет вообще представление о том, где он находится, предположим, на какой высоте, на какой широте, то есть компасы, радары, всё перестаёт действовать так, как оно действует до попадания в Бермудский треугольник. И в этом смысле приближение демона, то есть вот этой сущности, ангельского порядка, но лишённой образа Божьего и действующего просто вот по своим принципам, то есть обман, ложь, иллюзия, то, что сопровождает действие этого существа, естественно, мы, как бы не спадая, удаляясь от Бога, мы скатываемся как бы в объятия этих демонов. И, соответственно, мы постепенно попадаем в поле их действия. Соответственно, когда бесы приближаются к человеку близко, то тогда помрачение или повреждение человеческой природы становится особенно сильным. То есть мы можем достигнуть состояния, когда мы будем видеть и слышать. То есть так называемое ясновидение, яснослышание в современном... Да, и ченнелинг, который сегодня также распространён, это формы, которые осуществляются по отношению к человеку как бы благим образом. Ну, как бы благим образом. То есть демоны создают иллюзию того, что это благо, что это добрые высшие силы. То есть они играют с человеком, вводя его в заблуждение таким образом. То есть человек, сместившийся в сторону демонов, естественно, оказывается в поле, где всё повреждено. То есть он не может сказать, что он достоверно видит, достоверно слышит, что он достоверно воспринимает происходящее событие. Потому как, ну как в том фильме «Пятнадцатилетний капитан», где речь идёт о похищении людей и работорговле в Африке, злоумышленник подкладывает топор под корабельный компас. И, естественно, стрелка компаса смещается, что и создаёт угрозу для тех, кто на корабле. Ибо вместо Америки они, в конце концов, оказываются в Африке и оказываются заложниками работорговли уже. Точно так же происходит смещение ориентиров, то есть восприятие человеком, рядом с которым оказывается демон. И возникает игра, то есть то, что, собственно, называется суеверием, когда человек, введённый в заблуждение, действует согласно игре. Прежде он не понимает, то есть, давайте скажем так, первое время он не понимает, напротив, он воспринимает это как благо до тех пор, пока не получит какой-то финал в этой игре. Ну, опять же, вспоминая упомянутое нам произведение Булгакова «Мастера Маргарета», вот этот самый Берлиоз, который вступил в диалог с Воландом, проигрывает на самом-то деле, проигрывает, потому что Воланд создаёт провокационные моменты, когда Берлиоз начинает, ну, к тому, что он уже сказал в своём журнале «Безбожник», говорить, 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 ещё и ещё более провоцируя, и в конце концов Воланд достигает полного контроля над ситуацией. Аннушка масло разливает, и в конце концов игра складывается. Для Берлиоза в этом смысле она заканчивается трагичной. Соответственно, я благодарен в этом отношении Михаилу Булгакову за такую чудесную поэму о суеверии. И мы все благодарны, я думаю. Да, да, я так надеюсь. Но для того, чтобы быть поистине благодарным, нужно понять и извлечь тот необходимый смысл, который там заложен, потому что мы помним время, в какое оно писалось. Это было наисложнейшее время. Так вот, мы сказали несколько слов о суеверии и его проявлении. Но возвращаясь опять же к теме молитвы, мы можем сказать, что да, ну здесь нужно сказать и о мантре ещё тогда. Да, желательно, конечно. Да, потому что мантра, вот, как правило, это продукт, ну скажем так, восточного верования, восточного восприятия мира, которое изначально исходит из совершенно других положений. Из совершенно других положений. Но с точки зрения христианства, мантра — это многократное повторение, и мантра обладает звательным таким, как бы это сказать, ну, звательное наклонение, не могу подскажать, если... Качественным каким-то. Ну, звательное наклонение, есть ли такое в русском языке? Подскажите, нет. Ну, в любом случае, в любом случае, мантра — это призывание всё-таки. Ну, если мы, скажем, возьмём международное общество знаний Кришны, то, естественно, все знают их мантру. Я не буду её сейчас озвучивать, потому что в любом случае повторение этой мантры — это призывание того, к кому она обращена. То есть в данном случае мантра обращена к конкретной персоне, и её-то, ну, которая с точки зрения христианства, естественно, не является Богом, а является олицетворением, то есть одной из образов демона. И, соответственно, человек, произносящий мантру, призывает её, ну, то есть призывает того, к кому она обращена, эта мантра. И если мы узнаем более, так, ближе-ближе узнаем верование кришнаитов из международного общества знаний Кришны, то 1728 раз в день человек должен произнести эту мантру. То есть он должен 1728 раз позвать демона для того, чтобы он пришёл. Но несложно. Такое количество раз-то? Ну, собственно говоря, мы, когда говорим о, скажем так, манипуляции, когда мы говорим о манипуляции, то, естественно, задача манипуляции заключается в том, чтобы лишить человека остатков сил. То есть чем больше человек задействован в какой-то неправильной практике, тем быстрее наступает связь между человеком и падшими личностями, ангелами. И тем меньше шансов у человека выбраться из этой зависимости. И вот именно 1728 раз лишают его, получаются, остатков энергии? Ну, во-первых, памяти. То есть раз человек, ну, скажем так, пока он бодрствует, он 1728 раз это произносит. Соответственно, времени на то, чтобы подумать и обратиться к другому, начала у него нет. Разумеется. То есть просто по определению. То есть он его потратил. И шансов выбраться из этого состояния у человека всё меньше и меньше. Чем дольше человек находится в организации, тем меньше у него шансов. Потому что он с каждым, с каждой, с ежедневным произнесением мантры отдаёт свою душу другому повелителю. Того, кого он заёт. А как же можно почитать это? Это иначе. Собственно, когда человек молится, то он, если он правильно молится, то есть если он молится правильному Богу, то тогда он своим господином избирает Творца, настоящего Творца. Но сейчас настало время, к сожалению, тоже у нас время подходит к концу, но мы скажем об этом, о подмене по существу. То есть мы сказали о подмене по форме. А молитва может быть подменена ещё и по сути. То есть она в этом случае остаётся, собственно говоря, молитвой. То есть сохраняются все вот эти глаголы в просительном наклонении. Но подменяется представление о Творце. И в этом смысле мы, естественно, должны сказать о градации. И эту градацию легче построить, если мы вспомним весь исторический период, начиная с появления церкви, с появления церкви и заканчивая сегодняшними временами. Мы видим, как на протяжении длительного времени, это тысяча лет, церковь оставалась единой. То есть не было ещё римокатолической церкви и, скажем так, вот, отдельно от православной церкви. То есть она была вместе. Ну, в 1054 году, мы знаем это из истории, происходит отпадение римокатолической церкви от полноты православной веры. И, соответственно, все дальнейшие процессы, которые проистекали в римокатолической церкви, они, собственно говоря, постепенно порождают протестантизм. Постепенно порождают протестантизм, который, ну, скажем так, уже в 16 веке оформляется. То есть появляется протест Мартина Лютера в 1525 год, в 1517 году, собственно, если я, опять же, по памяти могу ошибиться, по-моему, появляется этот протест в 1525 году уже официально его, скажем так, объявляют отлученным от римокатолической церкви. Ну, и все дальнейшие процессы, они постепенно формируют все то множество верований, которые отступают всякий раз и повреждают представление о Творце. О Творце, о, ну, ну, допустим, когда мы говорим о Троице, то ряд учений повреждает непосредственно учением о Христе. То есть мы помним, ну, две природы или одна природа, так сказать, и так далее. То есть о волях очень много шло на разбирательство, вот, монофизиты и так далее, вот, монофилиты, вот все эти споры, это все, все, что касается еще первого тысячелетия, но в последующем они находят отражение в различных компиляциях и во втором тысячелетии. Вот, соответственно, тоже споры о Духе Святом, о Троице и так далее. Все это оказывается важным, поскольку, повреждая представление Троицы, мы повреждаем представление о Боге, и наша молитва в этом смысле, она адресно обращается к поврежденному представлению о Боге. Мы, конечно же, скажем о том, что Бога там, в его, так сказать, обитании никто изменить не может, никому это не дано. Единственное пространство, где можно повредить представление о Боге, это сознание человека. то есть, в реальности это сделать невозможно, а единственное место, где это возможно сделать, это сознание человека. И вот все силы ада в этом смысле обращены к тому, чтобы произвести эту подмену, изменить ориентацию человека, то есть, в этом устремлении к Богу, и, собственно говоря, заполучить человека в своей, что называется, объектной. Но, опять же, с огорчением вынужден говорить о том, что наше время истекло, и, соответственно, остается только попрощаться. Большое спасибо, Олег, до новых встреч. С огорчением я, дорогие друзья, должна сказать, что и наше время истекает. У нас в эфире сегодня был Олег Владимирович Заев, исследователь российский из Новосибирска, руководитель Центра по вопросам сектанства Новосибирского собора во имя святого и благоверного князя Александра Невского. Приходит очень много вопросов к Олегу Владимировичу, а также ко всем нашим гостям. Дорогие друзья, мы благодарим вас за вопросы и обязательно все передаем нашим гостям. У нас сегодня в гостях были Елизавета Доннери, Олег Владимирович Заев и также священник, отец Михаил Насонов. Мы с вами каждую субботу с 9 до 10 часов утра. Слушайте нас, оставайтесь с нами, а также слушайте наши передачи на 103.2 FM и на сайте www.irelandru.com А я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего, хороших вам выходных, хорошей вам следующей недели. Мы встречаемся с вами уже в конце марта. До свидания. Здравствуйте, Олег. Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли. Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли. Всех Россию любящих за нее... You're listening to 103.2 Dublin City FM and this is your community news. Take a step back in time to 1970s Limerick with the exhibition Shaped by History at the National Photographic Archive. The exhibition showcases 85 stunning black and white photographs of Limerick Milk Market taken between 1971 and 1978 by Limerick's own award-winning social documentary photographer Gerry Andrews. Gerry Andrews' photos are portrait studies of the historic quarters community of merchants, traders and characters during this exceptional period of transformation. For more information about this free event visit nli.ie. The Dublin Mountain Partnership will host a series of walks in the Dublin Mountains throughout the month of March. These fun free guided walks will take place on Saturdays and Sundays over the coming weeks. Although these events are free, booking is required. Please also note that dogs are not allowed on these walks. To find out more visit DublinMountains.ie. And finally, Kate Began's exciting new solo show entitled I Came Upon a Place comes to the doorway gallery this April. Shape, pattern and colour play a huge part in Kate's choice of subject as well as the time of day and year. She has a strong affinity to the winter months as this enchanting season casts dramatic shadows across the landscape. Take a stroll through this stunning exhibition of Kate's work and see how her use of light and shadow can turn what we might dismiss as a dreary dark day into an enigmatic and alluring work of art. For more information about this upcoming event check out thedoorwaygallery.com If there's an event happening in your community that you would like us to mention you can contact us on 01865 8020 where possible please try to give two weeks notice. You're listening to 103.2 Dublin City FM and now you're up to date with what's happening in Dublin this week. 103.2 Dublin City FM The Sound of Dublin Today The best way to spend your Saturday mornings with David McRory Hi there my friends Never know how much I love you Never know how much I care When you put